Итак, мы продолжаем разбирать алтимит Человека-паука. Ну, того, что 2000 года выпуска. Если ты не в курсе, что там было раньше, или у тебя какие-то проблемы с памятью, то ты можешь освежить воспоминания по ссылочкам в описании. Современный Человек-паук, выпуск 4. Мы смотрим выпуск новостей, в котором сообщается, что сегодня в лаборатории Аскорпа произошел взрыв. Хотя нет, в новостях принято говорить «громкий хлопок», в результате которого множество людей погибло. Блин, у меня же комедийное шоу! Как про это шутить-то? А, хотя, судя по стонам вот этих двух персонажей, они остались в живых. Теперь нормально для передачи. Живые есть. Куда именно пропал Норман Осборн, пока остается загадкой. Возможно, он погребен в завалах, а может, уже летает где-то на своем глайдере. Переносимся вновь на спортивную арену, где новоиспеченный чемпион вновь... насилует... другого слова и не подберешь... крушителя. Я надеюсь, что ему хорошо платят за такие страдания, иначе на его месте я бы жаловалась своему работодателю. Паук прыгает, кидает его, шутит при этом. Все, как мы любим. Зрители ликуют и чуть ли не писаются кипятком от удовольствия. Если Человек-паук покажет им свой мизинчик, думаю, им и это тоже понравится и вызовет гомерический хохот. Уже позже Паркер заходит за своими шекелями к менеджеру. Тот бы и рад заплатить, да его ограбили. Естественно, он подозревает в краже единственного борца, который носит маску. Бизнесмен предлагает тому незамедлительно снять головной убор и представиться по форме. Юноша отказывается раскрыть тайну своей личности, а потому резко ретируется, взобравшись... Да, честно говоря, не знаю, на что взобравшись, вообще непонятно, куда он делся. Ну, короче, повел он себя так, как будто это реально он обчистил кассу. Да, не мог как-то менее подозрительно обставить свое исчезновение. Уже на крыше Человек-паук решает, что пора бы ему переодеться в классический прикид школьника из начала двухтысячных. И вот именно тут Паркера посещает какая-то залетная мыслишка. Типа, ммм, а не заняться ли мне борьбой с преступностью? А, да, не, бред какой-то. Ему нужна хорошая работа в IT-сфере, которая оплачивается достойно, дает бронь от армии. Ну и вообще престижненько, непыльная такая работенка, да? На улице Питер становится свидетелем ограбления женщины. Но из-за своего эгоизма или чего-то еще, он ничего не предпринимает. Вообще, с такими силами он бы в легкую вырубил этого Фреда Дерста. Но он повел себя как пусси и уступил грабителю дорогу. Свидетель преступления накидывается на Питера с упреками. Но тот в ответ лишь бурчит что-то невнятное, типа это не его дело. И я почти уверена, что это какая-то проходная сцена, и она ни на что не повлияет. Нет, бабу, это был сарказм. Да, полностью! Лесоухий за... Кстати, даже во времена первого моего прочтения, именно на этой сцене мне показалось, что покрас стал сильно хуже. И сейчас я от своих слов не отказываюсь. Реально же стало как-то блекло. Да и штрихов от багли прибавилось. В общем, беда не приходит одна. Дома родители узнают, что их племянник стал получать двойки по предметам, которые раньше у него всегда были на отлично. Бен и Мэй считают, что это занятие баскетболом. Так подкосили парнишку. Похоже, ему пора повесить спортивную майку-алкашку на гвоздь и продолжить вгрызаться в гранит науки. Паркер вновь не находит слов, просто психует и убегает из дома. Только на улице он понимает, что идти ему вообще-то некуда. Потому что он ведь жил с дядей и тетей, блин. Так что он отправляется к Конгу. Эй, парень, этот чувак вообще-то тебя постоянно задирал и унижал. Зачем ты к нему идешь? Логика вышла из чата. Очень удачно, что у Громилы родители как раз уехали на недельку. И удачно вдвойне, что у парня в этот день вечеринка. Сплошные плюсы. Далее оказывается, что после укуса паука у Паркера появилась еще одна скрытая суперспособность. А именно, он стал магнитом для самок. Уже вечером на вечеринке у Кенни Лиз Аллен старается соблазнить Питера. Да, она явно под градусом, но все же это тоже считается. И в самый неудачный момент, когда подростки уже почти поцеловались, на вечеринку заглядывает Мэри Джейн. Та в шоке, что ее друг в объятиях другой. Блин, хотя с другой стороны, почему ты так реагируешь? Вы же даже не встречаетесь. А если мы откроем сюжет Хобб Гоблин, что будет через много десятков выпусков, так у нас вообще взорвется голова от непонимания реакции МДжей. «Если ты не суперзнаток Человека-паука, то вызывай разъяснительную бригаду в комментариях». Подмигнула. Питер пытается остановить Рыжую, но натыкается на своего дядю, который пришел вернуть домой своего племянника. Вытащив Питера на улицу, Бен пытается эмоционально накачать подростка, рассказом о том, какой классный был у него отец. Он давал людям надежду, много работал и просто был хорошим человеком. В общем, Питеру надо брать пример со своего папы, ведь с великой силой... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Паркер взрывается от гнева. «Если он был такой клевый, то почему он такой мертвый?» И подросток вновь сбегает. Где-то по темным улицам Нью-Йорка бегает странная тень, которая издает страшный рык. Наверное, с ним мы познакомимся в других выпусках. Дождь смог охладить пыл Питера. Он решает, что пришло время признаться семье в том, что с ним произошло, что он стал кем-то вроде мутанта. Наверное, они примут его даже таким. Скорее всего, примут, ведь они любят его. И наш тинейджер отправляется домой. Но на пороге его ждут не счастливые дяди и тетя, а наряд полиции. Продолжение следует. Спасибо за внимание. С вами был канал Хардкавер. И до встречи на просторах интернета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok